Товарищ майор, за время нести несложно, по шествии не случилось. Правда, с утра. Один из дней патрулирования стен Рязанского Кремля. Сотрудники вне ведомственной охраны на территории музея проводят осмотр. Обращают внимание на все. От оставленных пакетов и сумок до подозрительного присутствия маргинальных личностей. Только так, не иначе. Чтобы в конце дежурства ответственно заявить без происшествий. В настоящее время охрана музея осуществляется двумя постами полиции. Один из которых располагается непосредственно в одном из зданий Кремля. А второй парный пост осуществляет охрану общественного порядка на территории музея-заповедника. Предотвращает кражи, взломы, вандальные нападения на объектах этого комплекса. Правда, росгвардейцы выполняют не только охранную функцию. Признаются, что порой выступают и в качестве гидов-консультантов. Подсказывают туристам, где и какой музей расположен, помогают с ориентирами. Но доброту за слабость принимать не стоит. Если во время патрулирования или по камерам наблюдения заметят нарушителя спокойствия, отреагируют жестко. Практически все объекты, принадлежащие музею-заповеднику, оборудованы средствами охраны пожарной сигнализации, с выводом на пульт централизованного наблюдения и также кнопками экстренного вызова полиции, что позволяет повысить надежность и эффективность охраны и антирористической защищенности данных объектов. Сейчас в Рязанском Кремле можно насчитать не менее 15 объектов централизованной охраны. Добавьте к этому регулярные патрули. Вот и выходит, что ни один подозрительный предмет не останется без внимания. Лето у 177. Нашли бесхозную сумочку. Всегда на страже – это девиз сотрудников Росгвардии. Сотрудники вне ведомственной охраны следят за особо важными и режимными объектами. Отдел лицензионно-разрешительной работы как раз инспектирует оборот оружия. А о деятельности отрядов ОМОН и СОБР и так снято уже немало. 27 марта сотрудники управления Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. Многие на местах несения службы. Как и полагается, всегда на страже. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». Телекомпания «Город». Телекомпания «Город»